До начала концерта еще несколько минут. За кулисами артист Легвинник рыхтуется до встречи со своими гомельскими прихильниками. Это первая гастроли украинской зорки в Беларуси. Тому артист признается, что крыху хвалуется. Я думаю, что для каждого артиста вот такого плана дебюты, пересечения границ и дальше петь, нести свое творчество, свою песню людям, это очень важно. И я желаю всем, чтобы каждый артист это переживал, и чтобы всегда пересекались границы, и чтобы вообще их не было, этих границ в плане творчества. Хотя чисто с человеческой точки зрения, да, переживания есть, но так, чтобы я сказал, что я где-то вот нахожусь как-то вот не в своем таком, то я не могу сказать. Гомельс стал первым городом в Беларуси, на сцену о кого вышел Олег Винник. Для беларуских глядачов артист подрыхтовал великую программу, у якую вышли лепшие песни за некольки годов. Дарыча артиста тримал популярность не только на эстраде. На европейской и сусветной театральной пряцовце имя Олега Винника так само добра вядома. И он спевал у оперы «Тоска» и оперете «Паганине». Блескуча выканал роли Жана Вальжана у мюзикле «Адрынутая» и «Чорного принца» у постановцы «Элизабет». Телеглядачам Олег Винник вядомы па ролях у телесериалах. У 2011 годзе пачау займацца эстрадной карьерой. За амальд две годины, што пратягвауся концерт, Олег Винник выканау усе хиты и прадставил некальки премьер. Узамен на свою творчасть артиста тримал гучные аплодесменты и некальки разов праспевал на бис. Александр Лупиненко, Дмитрий Радянко, телерадиокампания «Гумель».